Конец года, пора принятия главного финансового документа, по которому муниципалитет будет жить в ближайшем будущем. Заместитель главы, начальник финансово-экономического управления администрации округа Лариса Калмогорова озвучила основные цифры бюджета муниципалитета на 2022 год. Общий объем доходов в бюджетах в сумме 13 миллиардов 864 миллиона 361,5 тысяч рублей. В том числе и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы других уровней. В сумме 7 миллиардов 704 миллиона 198,1 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета предлагается утвердить в сумме 13 миллиардов 936 миллионов 243,6 тысяч рублей. С дефицитом в сумме 126 миллионов 882,1 тысяч рублей. За принятие документа народные избранники проголосовали единогласно. Позже председатель совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал в интервью журналистам, что значительная часть бюджета на будущий год была сверстана в соответствии с пожеланиями граждан. Жители дают нам обратную связь, что нужно сделать побыстрее, что сделать в долгосрочном периоде. И вот сегодня, на мой взгляд, бюджет как раз составлен в большинстве своем из наказов, полученных в ходе встреч депутатов. Это у нас, безусловно, значимая история, связанная с КНС «Завидное». Заложены денежные средства на инженерную инфраструктуру по этому объекту в том числе. Это, безусловно, дворовая территория. Порядка 27 адресных перечень будет доведен с нашими депутатами до жителей. Утверждены также денежные средства на дорожное строительство. Это 22 дороги за счет средств местного бюджета и 8 приезда финансирования Московской области. Это, конечно, подготовка к строительству. И мы, в том числе, участвуем в строительстве социальных наших объектов, в частности, образовательных учреждений. Это три школы. Значит, Лопатина, Ермолина и Развилка. Также денежные средства присутствуют в бюджете. Ну и, конечно, мы не забываем о благоустройстве. Детские площадки, замена каких-то сетей. Помимо бюджета депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся социальной сферы. Их представила заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. В частности, она озвучила положение о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Ранее у нас существовал некий перечень подобных организаций. Теперь вот в этом положении, в документе, во-первых, шире прописаны возможности НКО. Прописана позиция о наличии комиссии в муниципалитете, которая предоставляет субсидии, которая рассматривает программы данных НКО. Также Татьяна Квасникова представила депутатам ряд положений о мерах социальной поддержки как работников государственных учреждений здравоохранения, которым компенсируется часть расходов на оплату жилья, так и отдельных категорий граждан. В прошлом году, когда мы обращались к депутатам, мы просили утвердить единовременные выплаты. Так вот я хочу сказать, что мы предлагаем их несколько увеличить, и это очень хорошая тоже история. Юбилярам увеличить на тысячу рублей, долгожителям увеличить до пяти тысяч было три, увеличить детям войны до двух с половиной тысяч. В ходе заседания депутаты поддержали ряд дополнительных мер, направленных на социальную поддержку работников муниципальных образовательных организаций. В конце заседания глава округа Алексей Спаский поблагодарил депутатов и сотрудников администрации за конструктивную работу над вопросами, которые стояли на повестке дня. Я знаю, что дискуссии были жаркие, много было дебатов, много было обсуждений, в процессе было встреч, и вот те слова благодарности, высказанные в адрес КСП и финансового органа, абсолютно справедливы. Я не сомневаюсь, что все у нас получится тем, чтобы порадовать наших избирателей. Спасибо всем. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.